Жена замечательного писателя Андрея Синявского, Марья Васильевна Розанова, когда-то сказала, что у Маяковского было три любви – Лилебрик, Ленин и революция. И все три безответные. И это чистая правда. Продолжение следует. Не нужно так много. Давай по чуть-чуть. А Маяковский не умел по чуть-чуть. Он хотел целиком. И поэтому он, написавший в 1913 году трагедию Владимир Маяковский, прожил глубоко трагическую жизнь. У него все было. Он был, по сути, рекламным магнатом, рекламным монополистом в молодой Советской Республике. Он ездил по Европе, его выпускали в Америку. Он печатался в крупнейших советских газетах. Но чем дальше, тем больше он ощущал разлад советской жизни. Он ощущал, что революция так и не стала тем, для чего он готов был пожертвовать всем. И пожертвовал, в первую очередь, своим поэтическим даром. И поэтому его самоубийство – закономерный финал его поэтической судьбы. О поэтической судьбе Владимира Маяковского. О том, почему он так и не стал своим для советской власти. Почему он, автор поэмы Владимир Ильич Ленин, никогда не был любимым поэтом Владимира Ильича Ленина. О том, как строились отношения Владимира Маяковского с литературой, с друзьями, с учениками, с женщинами, с эпохой, с революцией, с советскими вождями, мы и поговорим в нашем классе.